вот карнационный центр это такой яркий пример мульти стейкхолдерного подхода к управлению интернетом россии да и давайте вспомним историю как было принято решение о его создании и соответственно насколько была организована вот эта преемственность между корниционной группы и корниционным центром это 2000 ну получается вторую очередили по влете лишь первом году а потом там какое-то время происходило формирование вот всей этой структуры ну там как бы тоже свет не просто был не ну понятно значит что все это все это началось с того что во первых возникла потребность вот именно разделение которое мы уже говорили разделение на административную техническую часть бизнес то есть все это должно было быть разнесено и об этом мы думали вот думали там были споры всякие то есть но в принципе к этому шло постепенно но потом наступил 99 год вот когда значит государство реально просто совершенно заинтересовалась интернетом и в частности значит доменом эру вот а заинтересовался им лесен небезызвестный царствие ему небесное как говорится вот он тогда был министром министром печати телерадиовещания и массовых коммуникаций кажется так вот и у него возникла гениальная идея ну понятно он человек такой был активный пробивной гениальная идея заключалась в следующем он примерно прикинул сколько там можно заработать на регистрации и придумал схему но я не могу конечно вот прямо утверждать что это он ее придумал но у меня на руках была копия вот этой записки который кто-то написал вот ну вот утверждается что я написал лесен либо кто-то из его экспертов а идея была такая нужно было передать регистратуру значит соответственно в государственную какую-то организацию специально для этого созданную и вот и дальше просто обязать все бюджетные все все организации так или иначе связанные с государством зарегистрировать себе домен для сайта ну то что там это было бы довольно бесполезно потому что там у специалистов просто не было в детском саду можно было зарегистрировать значит этот сайт за деньги конечно за небольшие деньги вот но после дальней регистрации конечно в 90 процентов случаев да не пошло бы но деньги были бы собраны и дальше то есть понятное дело что как-то это было связано вот там какой-то блок был единство что ли вот который он там был одним из главных выборы там как раз должны были ну помните короче 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 гениальная идея и значит соответственно ну возник некий накат на вас вот поэтому все закрутилось быстрее тут как раз вот встреча подоспела с путиным который был тогда премьер-министром девяносто первая встреча на таком высоком уровне а это было конечно нет не для того чтобы рос не рос укоротить это нет конечно это просто там один же были всех собранного там были люди которые реально занимались интернетом я не готов перечислить но в общем там были все по существу носик тела лебедев ну да да это как бы это это отличие отдельные а там были еще представители различных общественных организаций а.д. кремер там был солдатов союз операторов интернет значит еще там атроциты по-моему зотов что-то было да вот ну и так далее там довольно много такая толпа довольно большая людей было каждый из которых реально просто занимался интернетом то есть принципе государство осознало что интернет это вот вот то самое кино вот и может быть даже не с точки зрения экономики тогда просто с точки зрения вот пропаганды массовых коммуникаций так дальнейшее с искусством да 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 ну вот и говорю то самое кино вот и на и соответственно решили так сказать в силу демократичности ну в то время это как бы было важно ну и сейчас тоже но тогда это особенно важно было значит вот владимир владимирович собрал тогда всех этих людей и там был частности вот вопрос связаны с регистрации доменов но это была некая постановочная вещь конечно там все уже сидели там как бы вот значит что-то начали обсуждать а тут значит привели тему лебедя вот я как бы его лично не знал да и дальше мы с ним не общались но это было конечно очень интересно он сразу сходу начал говорить тут про зажравшийся рос не рос который там его обдирает постоянно вот а там и лесен был ну и как бы вот я считаю что в этот момент во первых ну общественность поддержала сказал что что такое давайте разберемся сначала прежде чем там чего-то какие-то решения принимать ну и рейман тоже занял в дальнейшем до министр связи занял правильно очень позицию и дальнейшая вот вся эта история преобразование системы она происходила именно не в рамках министерства вот печати а в рамках минсвязи а там уже было совсем там все-таки профессиональные люди там как бы мы с ними нашли общий язык поэтому в совете координационного уже центр и там уже была вот эта схема окончательно принята признать что будет вот координационный совет там были в этот координационный центр и что туда должны войти представители правительства вот государства ну и соответственно вся эта схема она и была построена а почему учредителей выбрали вот четыре же был учредить да ну просто на тот момент ну как во первых значит там была очень важная вещь зафиксирована по инициативе путина который сказал что да вот надо обязательно советоваться и было принято некое такое решение что значит в дальнейшем решение в дальнейшем какие-то действия связанные с интернетом вот от лица государства они должны будут согласовываться соответствующими профильными общественными организациями а таковых набрали тогда три ну так получилось других не было то есть а д союз операторов интернета расцвет ну и значит других и не было других не было тогда просто они были на на этой встрече а вот так вот четко зафиксированных таких общественных организаций ориентированных именно на работу в интернете значит их было три ну заметных одни с пользователями другие с провайдерами до треть из государства работали и рост не рост раз не рост как как он как ванной ну да не только для обеспечения преемственности а еще и потому что рост не рост сохранил за собой функции технического центра долго было регистратуры только в 2006 году официально были переданы но там пришлось какое-то время же потратить на то чтобы вот все это там ну я сейчас точно не помню дат ну да после того как учредили касса конечно даже переделегирование домена она не сразу состоялась я вот сейчас не помню в каком году вот к сожалению забыл вот так что то вот такие да а что касаемо значит вот этой координационной группы то преемственность с координационной группой заключалась в том что она целиком перешла в так называемый комитет номер один комитет экспертов который собственно и продолжил заниматься разработкой правил а кроме того у этого комитета была я не помню какой размер квота была для того чтобы делегировать из комитета людей совет да поэтому совете были и представители экспертного сообщества от этого комитета был представитель государства по моему первым представителем у нас михаил якушев если не ошибаюсь был вот он кстати принял очень активное участие в разработке вот этой системы всей вот он даже был одним из вице-президентов корпорации к до до этого он был между прочим начальником департамента минсвязи еще до председателем совета много кем был до так что вот такие поэтому преемственность она в общем постарались чтобы она была сохранена был всегда вопрос должны ли регистраторы участвовать в работе совета влиять на разработку правил регистрации вопрос который все 20 лет существования координационного центра так в общем то остается без ответа разные точки зрения существуют дискуссия продолжается несколько слов про то как кириллица в интернет-пространстве продвигалась сколько было копий сломано насчет того надо ли в точке ру открывать возможность регистрации кириллических доменов ну и собственно про историю рф ну здесь я еще сразу могу сказать что в тот момент когда все это вот началась ну скажем так эпопея с регистрации домена точка рф ну я был тогда директором технического центра интернета в основном там занимался с такими техническими оперативными вопросами поэтому честно говоря вот в продвижении кириллицы в виде вот домена рф я так напрямую не принимал участие не велких переговоров с айкеном там еще сам с каким-то организациями там значит все это происходило под эгидой минсвязи значит тогда министром был щеголев и он был энтузиастом этого вопроса вот колесников активно участвовал и представитель министерства в конце солдатов вот они я считаю втроем как-то этой пробили вот ну на самом деле в отношении того надо не надо было делать кириллицу в ру ну мне казалось что не надо но это же как бы данном случае не я должен был решать это были дискуссии в кондиционном центре и насколько я понимаю это было некое такое общее мнение что все-таки активно развивать не следует потому что но это неудобно просто хотя может быть для полноты счастья и можно было это сделать но писать кириллические домены в конце . ru латинская но просто неудобно грубо говоря и поскольку к этому моменту как раз возникла возможность вот регистрации уже кириллического домена то совершенно правильно что там и и сосредоточилась вся эта кириллическая история и она достаточно успешно хоть и сейчас поменьше стало доменов в рф но все равно до 900 тысяч доходило сейчас там носу с лишь там просто же там выстреловали впрок там чё как конечно ну и вот этот вот ажиотажный спрос в начале когда что-то появляется спекуляционно определенного я считаю что его сейчас как-то недостаточно активно использует потому что в принципе не нравится проблем универсального принятия на сервисы карьеру конечно тем не менее с точки зрения даже вот маркетинга там какого-то значит написание там где-то на машинах там на заборах все-таки это удобно человек запоминает ему удобно набрать на на русском языке а дальше уже можно там как-то и задействовать другие там домены но вот именно начальный какой-то вход я по себе как вот как потребитель говорю просто я вижу какой-то домен непонятно какой там на латинице со сложной транслитерации потом еще как-то нас вспомнить как там что было написано а так вот я увидел на заборе грубо говоря на плакате пришел там домой или сразу взял там в метро сел там набрал посмотрел что там как то есть мне кажется это удобно я думаю что потенциал то домена рф есть и он еще проявится мне кажется вот именно с точки зрения проблем универсального принятия это главный сдерживающий ну да я понимаю конкуренция высокая с новыми доменами из соцсетей конечно конечно да конечно ну с мне кажется рф все-таки он нормально позиционируется как такой коротенький такой государственный вот и все такое что мне кажется там вот именно кириллические домены удобнее всего там делать ну вот мы как с вами уже подошли как раз к взгляду в будущее да что будет с кириллическим доменом а что будет в целом системой доменных имен интернет у вас вот вы когда-то задумывались об этом тайка ян обсуждает очень часто до жизнь после днс не ну понимаете чем связано то это с тем что поисковики сейчас в основном покрывают вот потребности для того чтобы найти там чего-то для пользователя для потребителя я сейчас не думаю о том как бы мне набрать там не за что-то там на латинице или на русском языке попытаться угадать какой-то домен чтобы вот попасть там на сайт который там я не знаю продает там чего нибудь там колготки какие ну чего угодно значит берешь поисковик он там те все находит там ты уже дальше мало ориентируешься даже на то что домен какая доменная зона да ну просто запомнил если тебе очень надо в ссылках и все вот это это есть объективная основа вот этих дискуссий то есть то что домены перестают быть ну средством рекламы там маркетинге индивидуализации дадут и лучше меня это все изложите даже я просто как говорю на таком языке они как раз возвращаются к тому они были с самого начала техническим средством конечно как именно как технический средств причем это вот еще вот председатель райпа роб лакзайл такой был один из основателей интернета в европе вот он когда-то давно давно еще говорил о том что в конечном итоге все-таки сведется все к тому что будут некие как бы ну реестры или справочники что но тогда еще это было не очень понятно как этот поисковики каталоги до которых которые будут давать возможность вот поиска там тех сайтов которые те нужны не с точки зрения названия с точки зрения содержание в каком году нужно так это было давным-давно это где-то там в начале двухтысячных там может ну когда только вот они еще были на домены на подъеме уже говорил что но это вот сейчас подъем а дальше там как-то ну по-другому будет ну она вот все растягивается конечно потому что все же очень консервативно вот например даже переход с ipv4 на пив 6 казалось бы надо делать вот вот а вот сколько лет уже прошло и весь этот процесс не завершен и даже как-то еще далек от того что начать экватор даже не перевалил поэтому в дальнейшем вот технически как техническое средство как как часть dns конечно сохранится но вот средства индивидуализации как очень правильно сказали вот это значение будет падать я думаю однозначно ну просто даже игры сейчас вот по своей практике я уже понимаю что мне не так важно знать какой там имя если я хочу чё-то примут найти нужное потому скорее рейтинг в этих самых поисковиках там больше на это смотришь а если в целом посмотреть на интернет вот год пандемийный вообще по моему переосмысление определенные всем нам дал до роли цифровых технологий но не только в пользу что как это важно развивать но еще в направлении что есть определенная цифровая усталость а то есть мы поняли что при всем богатстве онлайн коммуникации когда это только онлайн коммуникации это очень сложно и тяжело вот как вам кажется все-таки роль цифры в повседневной жизни будет возрастать или какой-то будет поиск гармонии цифру я рассматриваю как дополнение все-таки ну понятно что я человек пенсионного возраста по определению консервативной вот и поэтому я ее рассматриваю как некое дополнение да мне удобно там госуслуги там какие-нибудь да там удобно в к с проводить периодически да вот но это все равно не заменяет живое общение все же я надеюсь все это поняли нельзя сидеть там у себя в норке и общаться с людьми там по вкс переползая там с дивана к холодильнику там еще куда-то ну вот должно быть какое-то оптимальное сочетание вот все что делает более удобным какие-то вот такие формальные вещи да вот заказал паспорт там как раз жене тут заказал паспорт международный удобно заказал там написал когда прийти там забил дату ну по-моему пошла там и все сделала ну как пример просто там где цифра для меня по крайней мере там так там где цифра мне позволяет избежать какой-то рутины вот этой суеты там какой-то и так далее я с удовольствием и пользуюсь вот что касается значит вот каких-то серьезных разговоров то я переговоров тогда взаимодействия какого-то с людьми я предпочитаю личные контакты потому что ну это как бы любой психолог скажет что когда вы ведете переговоры над личное общение должно быть вот тем более спасибо что вы пришли сегодня они стали по зуму давать это интервью мне ну зачем же я не хочу по зуму интервью нет если уже другого выхода нет а не понятно как инструмент когда это не обман за ну и завершая нашу беседу такой замечательно мне вот очень понравилось пожелание коронационному центру или может быть даже всей российской индустрии поскольку касса ее флагман не ну как здесь можно сейчас много пожеланий всяких придумать есть есть конечно в проблемы всякие не ну что касается координационного центра мне кажется что здесь надо просто координационному центру достичь какого-то баланса да между значит задачами которые он решает вот связаны с доменами там со всеми этими делами днс там и прочее с адресацией с проблемами с этими и другими задачами которые там ставят учредители учредители них свои вопросы да и здесь опять же хочу сказать что да здесь вот вся эта система доменная она изначально так устроена это вот не только у нас везде что там всегда возникает некая дельта да то есть да цена домена не может быть слишком низкой значит всегда должно быть некая избыточность за счет этого возникает дельта то есть вы получаете средств больше чем вам нужно непосредственно на осуществление узко-узко-узко профессиональных задач да вот там вот что то есть но говорить что вот вот это вот бюджетами сейчас защит домена будем продавать по цене просто взяв вот этот бюджет и поделить на количество доменов это невозможно неправильно и так делать нельзя а значит возникает дельта вот эту дельту с точки зрения любой организации да ее нужно как-то правильно применить но не коммерческой организации это решение уставных задач да решение уставных задач но опять же вот есть учредители что есть широкие вот есть задачи которые ставят те же учредители наверное правильно с точки зрения там какой-то общей пользы ну как мы тратили например на научно-образовательную сеть да это вот так вот как раз это очень показательная схема когда дельта применяется в общественно полезных целях общественные блага да да мы уставные задачи конечно в уставе рос не рос там было прописано что на первом месте там научно-образовательной сети и там где-то уже на каком третьем четвертом там было написано значит задачи связанные с адресации сети интернет вот вот этот баланс должен быть найден чтобы вот это не приводило к ломанию копий там и так далее вот ну и конечно хочется чтобы люди профессиональные сохранились вот с тем чтобы здесь очень важно же все это организация должна как бы координировать домены ру и тут решение должны быть очень профессиональными не должно быть случайных людей допущенных для того чтобы решать как там что делать у нас это кстати вот сейчас некая беда ну во всем этом регулирование интернета который сейчас происходит даст через депутатов которые часто вообще не понимают о чем о чем речь и пробивают какие-то законы конъюнктурные вот прямо вот уж как бы что тут как грецы греха станическая экспертиза совершенно да да просто узко всякие ведомственные задачи которые связаны с какими-то коммерческими группами там еще с чем-то там или политическим влиянием ну конечно вот тут я хочу чтобы пожелать чтобы к ц своих решениях ориентировался только вот на профессиональные какие-то аргументы плюс общественное благо да общественное благо это вот то что какой-то небольшое небольшая дельта которая получается она будет ее над просто правильно применять вот а с точки зрения общего значит как сказать интернета там общей индустрии но тоже самое фактически то есть хочется чтобы поскольку я всю жизнь занимался инфраструктурой именно они какими-то бизнес-вопросами да вот и с информационными тоже вопросами не очень все-таки был связан мне хочется чтобы вот именно то что связано с инфраструктурой интернет который есть база всего ну тоже как экономика база для всего что на ней там понавешено сверху и политика там и все проще так и здесь инфраструктура она должна развиваться именно по законам объективным профессиональным вот это тут тоже не все здорово но я думаю что рано или поздно какой-то баланс тоже должен быть найден иначе сеть будет просто плохо работать и от этого пострадают все спасибо большое спасибо за интервью вас тоже поздравляю с двадцатилетим координационного центра вы расстояли истоков спасибо спасибо большое